Девушки отдыхают Как сделать? Как сделать? У юных охотников на подлежащее присказка такая есть. Два вопроса надо задавать. Кто и что? Если на два вопроса отвечает, точно подлежащее. Вали его. Девушка, как это так? Слово одно, а вопроса два. А вот так вот. О, смотри, стая пошла. Сейчас потренируемся. Давай, полипи. Пошли вопросы задавать. Разбило кого что? Окно. Разбило кем-чем? Куском. Куском. Кого чего? Дерело. Разбило кто что? Чудище. А вот оно, чудище. Огонь, огонь. Это и есть подлежащее. А можно теперь я сам попробую? Ну давай, без подсказок попробуй. Скучно. Кому, чему, мне. Тут нет подлежащего. Че за подстава? А это потому что рано тебе еще. Еще слушай. Есть слова такие, которые тоже на кто что отвечают, но подлежащими не являются. Вот ты главное их с ними не спутай. Да и такое бывает. Бросай кольцо Фродо. Фродо это обращение. Оно действия не выполняет. Не трогаем. Кольцо кого что, а не кто что. Тоже не трогаем. Хоббит Фродо не бросил. Здесь Фродо подлежащее. Хоббит приложение. Если собственное нарисательно обозначает человека, ну или в нашем случае Хоббита, то нарисательно чаще всего есть приложение. Это логично. У человека нам важно имя. Гора Ародруин Вулкан. Здесь гора подлежащая Ародруин приложение. Пали. Если, собственно, рисательно обозначают неодушевленный предмет, то, собственно, чаще всего есть приложение. Это и логично. У названия это нам важно, что это в первую очередь. Дядь Лёш, вулкан взреляйте, оно тоже кто что. Молод ты ещё и горячий. Подожди немного. Вулкан — это сказуемое. Но сказуемое мы отдельно с тобой охотиться будем. Знаешь, а иногда ведь и глагол может подлежащим стать. Чё мозг взорвёт, это вообще как так? Вот так вот. Если он уйдёт в самом начале предложения, и после него пауза есть, и хочется это поставить сразу после него, ну, иногда, может быть, само это там уже в предложении содержится. Курить, здоровье вредить. Ага, спать, не в цирке выступать. А ещё бывалые охотники говорят, что по невнимательности иногда пропускаешь подлежащее, если оно местоимение. Ну, я, ты, он, она, я точно пропущу. Посмотрим, посмотрим. Гляди. Он не смог бросить кольцо, которое сжигало его разум. Ну так вот же он! Видишь? Про эти местоимения. Кто, что, который, тот, все. Про них охотники и говорят, что по невнимательности иногда их пропускаешь подлежащее. Какие охотники так говорят? Мёртвые. Самое сложное, если подлежащее из нескольких частей состоит. Это как из нескольких частей? Как чудовища Фанхенштейна, что ли? Ну, можно и так сказать. Да ты не пугайся столько. Хотя, такое чудище половину твоих одноклассников завалило. Даже Алина Артёмовну? Да, её тоже. Ну, я тебе сейчас по приметам опишу эти все чудища. Первое. Слева количество, справа предметы. Пять оборотней. Полчища вампиров. Слишком много гоблинов. Кусок зомби. Да, верно. Как и весь зомби, в принципе, тоже. Второе чудище, которое цельным словосочетанием называется. Слева количество, справа предметы или тоже количество. А между ними из. Трое из хранителей кольца. Пять из шести. Трое из леса. Не-не-не, так не годится. Значение нужно избирательности, а у тебя место. В этом случае подлежащим будет только трое. Ну, и, наконец, третье чудище, цельным словосочетанием называющееся. Это когда один предмет, другой предмет, а между ними Эс. Гэндальф с Соруманом. Гном с эльфом. Тут подвохов нет? Есть, конечно. Как же без подвохов-то? Смотри. Если гном с эльфом воевали, тогда большое подлежащее. А если гном с эльфом воевал, ну, тут ж другое дело. Подлежащее только гном. Видно. Думаю, теперь ты готов. Давай, покажи себя. Не Гимли с Леголасом, а Перегрин с Мериодоком знали Фродо с детства. А-а-а! Знали, кто что Перегрин. Ну, тут он с кем-то из казума во множественном. Значит, Перегрин с Мериодоком. Но однородные члены, а потому первые однородные ходят тоже. Плюс Гимли с Леголасом. Следующее давай. Под вечер не мог обнаружиться ни сам именинник, ни его племянник. А-а-а! Не мог обнаружиться кто что? Ни именинник, ни племянник. Подбил. А собачку-то за что? Собачку-то? Она ж только союз. Псина, считай, никакое не подлежащее. Нормально! Хорошо сегодня постреляли. В следующий раз еще приходи. Научу, как насказуемо охотиться. Я их за свою жизнь столько уже завалил. Я за свою жизнь тоже много чего завалил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!